Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная Медицина, доктор Евдокименко. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как улучшить состояние глаз и улучшить зрение достаточно простыми способами в домашних условиях и не прибегая к помощи врачей. Об этом видео нас очень давно просили многие наши зрители. Методы, о которых я буду рассказывать в этом видео, помогают и просто при усталости глаз, и при различных вариантах нарушения зрения, как при близорукости, так и при дальнозоркости, и при астигматизме тоже. Конечно, нужно понимать, что самые тяжелые нарушения зрения наши методы вряд ли помогут исправить. И если у человековое зрение было минус 10, то едва ли оно придет в норму без специальной корректировки. Но в той или иной степени улучшить зрение наши методы помогут в большинстве случаев. Итак, если человек набирает в интернете, как улучшить зрение, то почти наверняка одним из первых ему выпадет «кушайте чернику». Черника – это, конечно, хорошо. Она вообще во многих случаях весьма полезна. Но значительно улучшить зрение она вряд ли поможет. Какой-то пользы она, конечно, принесет. То есть, да, вы можете кушать ягоды черники или делать настой из листьев или из побегов черники. Это будет полезно, но не ждите от этого слишком уж больших результатов. Многие люди считают, что для хорошей работы глаз нужно принимать витамин А. И действительно, витамин А улучшает состояние глаз, но в основном он отвечает за так называемое нормальное восприятие цвета. То есть, при нехватке витамина А человек плохо видит в сумерках и в темноте. Это так называемая куриная слепота. То есть, ваши глаза плохо адаптируются к слабому освещению. Скажем, днём вы видите прекрасно, а в сумерках или в темноте вы не видите практически ничего. Это почти стопроцентный признак нехватки витамина А. Ещё при нехватке витамина А может возникать сухость глаз. Но вот принимать витамин А для того, чтобы избавиться от близорукости или от дальнозоркости особого смысла нет. Витамин А просто-напросто другая функция. И, к слову, нужно помнить, что витамином А не нужно слишком увлекаться. В программе «Опасные витамины» я рассказывал о том, что при слишком долгом приёме витамина А могут возникать определённые проблемы со здоровьем. И порой даже весьма значительные. Если про пользу витамина А для глаз слышали многие, то мало кто знает, что для улучшения работы глаз нужны витамины группы В. Например, витамин В1 нормализует глазное давление, а также отвечает за передачу импульсов по нервным волокнам от глаза к мозгу. Витамин В2 улучшает поступление питательных веществ с током крови, а также помогает различать цвета. Где нам брать витамины группы В для улучшения работы глаз? Можно просто пропить витаминные комплексы, купленные, скажем, в аптеке. Можно использовать продукты пчеловодства, например, пыльца цветочная или перга. И можно также использовать отруби, это хороший источник витаминов группы В. Помимо витаминов считается, что для улучшения остроты зрения полезно кушать продукты, содержащие лютеин. Возможно, это очередная мода, но думаю, что в принципе продукты, содержащие лютеин, вряд ли кому-то навредят. Где он содержится? Он содержится в шпинате, брокколи, бельсельской капусте, кукурузе, зелёных горошек, перец, яичные желтки, тыквы и сладкая паприка. Это ещё не полный перечень продуктов, вы можете их посмотреть в интернете. Ещё раз подчеркну, что сейчас существует научное исследование, которое говорит о том, что лютеин полезен для глаз. Но всё-таки его значение для глаз, я думаю, не стоит переоценивать. А вот что для глаз гораздо важнее, глаза нужно тренировать, нужно делать специальные упражнения. У нас на канале есть видео с упражнением снежинка. Мы его давали для борьбы с депрессиями, для борьбы с паническими атаками и для снятия нервного напряжения. И это же упражнение при регулярном выполнении позволяет улучшить зрение. Снежинка, ну это мы так для удобства назвали данное упражнение, а вообще оно известно давно. Его пропагандировали Жданов и Норбеков, говорят, что это упражнение пришло к нам с вами из йоги. Это же упражнение в несколько изменённом виде даёт методики, которые называются ДПДГ. ДПДГ используется для лечения посттравматических стрессовых расстройств. Так что польза от выполнения этого упражнения не ограничивается улучшением зрения. Есть масса других плюсов. Я здесь не буду показывать упражнение снежинка заново. Ссылка на видео с этим упражнением дана в верхнем закреплённом комментарии. При желании вы можете это видео посмотреть. На всё про всё при выполнении снежинки выходит около 10 минут. Делать снежинку нужно ежедневно, хотя бы 1-2 раза в день. И первые результаты заметны уже через неделю от начала занятий. Но для стойкого улучшения зрения нужно прозаниматься как минимум месяц, а лучше несколько месяцев. Вообще снежинка основана на движении открытыми глазами в строго определённых направлениях. Но есть одна хитрость. Её эффект можно усилить, если после того, как вы сделали снежинку открытыми глазами, повторить её выполнение уже с закрытыми глазами. Помимо снежинки, состояние глаз можно улучшить с помощью одного элементарного упражнения. Нужно в течение 30 секунд, максимум минуты, быстро открывать и закрывать глаза, не напрягая при этом веки. Огромная польза такого моргания глазами заключается в том, что это упражнение, помимо всего прочего, помогает увлажнять слизистый глаз. В том числе и при синдроме сухого глаза. А теперь неожиданное. Знаете ли вы, что улучшить состояние глаз можно с помощью воздействия на шею? Например, некоторые люди утверждают, что если вправить верхний шейный позвонок, то состояние глаз и зрение улучшатся. Отчасти это правда. Когда я вправляю атлант в верхний шейный позвонок, то многие пациенты отмечают, что сразу после такой процедуры у них повышается резкость зрения. Глаза видят чётче. Однако, если результат не закрепить, через какое-то время всё возвращается обратно. На самом деле, вовсе не обязательно вправлять позвонок. Порой для улучшения состояния глаз достаточно улучшить кровоснабжение в шее. А для этого нужно делать специальные упражнения, которые помогают снять спазм шейных мышц. Эти упражнения, как и снежинка, тоже есть у нас на канале. Что ещё важно для улучшения состояния глаз? Соблюдение режима и здоровый сон. Обязательно нужно высыпаться. Друзья, о чём бы я хотел сказать отдельно? Очень важный фактор, хотя и не все в него верят. Это психосоматика. Влияние на состояние нашего организма и на наши глаза тоже наших эмоций. В книге «Психосоматика. Самые опасные эмоции» я давал возможные, подчёркиваю, только возможные, психосоматические причины различных вариантов нарушения зрения. Зачитаю. Близорукость. Возможные психосоматические причины. Рутина. Человек плохо ведет вдаль в будущее. Он живёт только решением ближайших сиюминутных задач. Ещё один вариант. Это излишняя дотошность, зацикленность на деталях, но при этом часто неумение оглядеть всю картину целиком. У ребёнка варианты. На ребёнка взваливают слишком много всего. Взваливают чрезмерные требования и ожидания. Ты должен стать, ты должен добиться. Ты должен быть отличником в школе, ты должен знать математику лучше всех, ты ещё ходи на английский, играи на пианино и так далее. Это мы говорили о психосоматических причинах, возможных причинах близорукости. А теперь о возможных причинах дальнозоркости, когда человек хорошо видит вдаль, но не видит вблизи. Дальнозоркость чаще всего развивается в пожилом возрасте. Возможные причины. Человек не принимает свой возраст, не хочет видеть мелочи, не хочет замечать возрастные изменения своей внешности, отказывается их признавать. Он как бы абстрагируется от них за счёт ухудшения способности видеть вблизи. Ещё один вариант психосоматики дальнозоркости. Человек постоянно смотрит вдали вперёд, будущее, но при этом мало присутствует здесь и сейчас. То есть будущему уделяется больше мыслей, чем настоящему. Ещё, наверное, стоит упомянуть астигматизм. Это такое нарушение зрения, когда человек всё видит немножко размытым. Возможная психосоматическая причина астигматизма. Люди, которые им страдают, очень часто дружелюбные, добрые, мягкие. И у них возникает некий внутренний конфликт из-за того, что они не всегда умеют отстаивать точку зрения. Они иногда идут у кого-то на поводу, хотя внутри сильно с этим не согласны. Друзья, конечно, не надо любые проблемы сваливать на психосоматику. Проблемы со здоровьем и проблемы со зрением могут возникать по самым разным причинам. Но о психосоматике тоже не нужно забывать. Дорогие друзья, и по традиции в завершение скажу. Обязательно обратите внимание на полезные ссылки в верхнем закреплённом комментарии. Там очень много интересной информации по нашей сегодняшней теме. И ещё, как всегда, мы просим, если вы пользуетесь нашими методами, обязательно пишите в комментариях о ваших результатах. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей. И подписывайтесь на наши соцсети. В ютубе доктор Евдокименко это наше видео. В инстаграме и вконтакте доктор Евдокименко это наше видео и статьи. И обратите внимание на сайт полейбук.ру. Там продаются наши книги в электронном виде. А мы желаем вам всего доброго, дорогие друзья, и будьте здоровы!